Новый сезон грантового конкурса стипендиальной программы Владимира Матанина продолжается. Победители прошлых лет, преподаватели вузов, поделились своим опытом по заполнению заявок. Ознакомьтесь с советами чемпионов по тому, на что обратить внимание и как заполнять заявки на грант, чтобы победить. Здесь заслуга не только моя, но и всего нашего коллектива, потому что у нас четыре автора. Возможно, заслуга в том, что мы работали в коллаборации. Мне кажется, что одним из ключевых моментов является то, что заявлено очень актуально на сегодняшний день тема. Это тема работы с технологическими данными, с их интеллектуальным анализом, обработкой. Это сегодня очевидный такой тренд индустрии 4.0. Очень сложный вопрос. Вроде как полагается похвалить ее чуть-чуть. Но, в общем, смысл в том, что я предложил некоторую тему под названием дизайн-экономических механизмов. Эта штука достаточно актуальная на сегодняшний день, просто потому что все говорят про цифровую экономику, про все другие вещи. Успех победы в конкурсе Владимира Потанина для преподавателей магистратуры связан с новой парадигмой цифровизации экономики. Будущий выпускник-магистр должен владеть цифровыми компетенциями, которые должны формироваться уже во время обучения. Скажу сразу, что победа в граттовом конкурсе нам далась не с первого раза, но наша заявка прошла во второй только раз. Мы нашли интересную, востребованную тему. Мы выбрали проект, который, собственно, интересен прежде всего нам самим, проект, в который мы верим. И, видимо, эта самая уверенность передалась экспертному жюри. Я считаю, что я победила за счет того, что у меня очень интересная программа, которая была представлена на конкурс по международному предпринимательству на английском языке. Мы выбрали одно из актуальнейших направлений, даже два актуальных направления для своего проекта. Первое – это зеленая химия. Ну и второе направление – синтез лекарственных препаратов. Мы люди пишущие, и отсюда привыкли как бы развернуто излагать свои взгляды, свои представления. А тут нужно было все очень лапидарно, очень кратко формулировать. Там 200 слов или там 150 слов. С другой стороны, это была очень хорошая практика, когда нужно убрать всю воду и отразить саму суть. Как известно, в академической среде дедлайны начинают давить через две недели после того, в конистике. Поэтому, соответственно, надо очень мало времени заполнить заявку. Особых сложностей при заполнении заявки не возникало, поскольку вопросы методики преподавания постоянно совершенствуются в УЗИ. И это предполагает знакомство и изучение различных методик преподавания. Самым сложным был раздел, связанный с показателями эффективности. Необходимо было написать показатели, по которым в дальнейшем мы сможем понять, эффективна ли наша программа или нет. Возможно, существует какой-то секрет правильного описания заявок для победы на рамках конкурса. Но мы этим секретом, к сожалению, и к счастью, не владеем. Думаю, что в нашем случае все получилось исключительно, потому что мы написали хороший проект. И, в общем, дали этому хорошему проекту достаточно адекватное описание, понятное и принятое экспертами. Сложным, скорее всего, это было, ну, первое, это создать коллектив единомышленников. Именно слаженная работа вот этого коллектива нашего, она позволила нам сработать так вот эффективно. Один человек работал над содержанием, другой работал над формой, третий заполнял фактически какую-то информацию, поэтому сложности абсолютно не было никаких, все было быстро сделано. Заявляемая магистрская программа должна быть очень актуальна. Она должна быть направлена на решение проблем, что называется, реального мира. Если ваша программа такая, то, на мой взгляд, вполне себе может быть конкурентоспособной. Полагаю, что хорошая междисциплинарная история, которая находится вот на волне интереса, плюс хорошие, мощные партнеры, которые могут сделать какой-то такой тоже вклад. Соответственно, вот, ну, это типа не лайфхак, а уже очевидная речь. Главным лайфхаком при подготовке конкурсных работ, считаю, это уверенность в своем педагогическом мастерстве. Для победы в конкурсе, я считаю, не надо бояться ставить перед собой амбициозные цели. Наша команда была полипрофессиональной, где мы объединили инженера, экономистов, гуманитария. И все это нам помогло достичь победы в грантовом конкурсе. Важно предложить нестандартную образовательную программу или образовательный курс, то есть соответствующую мировым тенденциям в области образования. То есть мы называем это визионерскую программу. Нужна действительно какая-то интересная программа, которая сможет заинтересовать студентов и магистрантов. Нам удалось, потому что программ по международному предпринимательству у нас в стране очень мало. Нужно быть очень убедительным, уметь грамотно донести свои мысли, то, что ты хочешь. Вот это самое главное. И я уже сказал, что весь коллектив авторов, он должен работать на одной волне. Должно быть всецелое взаимопонимание. Наверное, не детализировало содержание так сильно, потому что сейчас, начитывая информацию, мы также сталкиваемся с тем, что, возможно, что-то будет меняться, что-то будет корректироваться. Не знаю. Вот здесь я затрудняюсь. Наверное, все так бы и оставила. Потому что и команду я хорошую подобрала, и средства так расписала, и программа сейчас проходит лицензирование. Вопрос с заявкой оказался достаточно непростым, поскольку структура заявки составлена достаточно логично, и различные ее разделы дополняют и уточняют другие ее разделы. Поэтому я, наверное, бы оставил в своей заявке все так, как есть. Я бы точно не стала откладывать все на последний день. Я бы немного по-другому заполнила содержание заявки на грант, потому что, когда мы начали выполнять эту заявку, выяснилось, что есть некоторые пункты, которые выполнить быстро сложно, а некоторые пункты, наоборот, требуют более детальной и более общей такой проработки. Сейчас вся кафедра и другие кафедры вуза, мы все активно заняты чем? Занимаемся разработкой рабочих программ, подготовкой документов. В общем, сейчас выполняем все то, что у нас было запланировано по гранту. И поэтому жизнь расписана, мы уже составили, ну, типа плана, или, можно сказать, так современным языком, дорожные карты. Что мы будем делать? Мы уже накидали план, мы уже договорились с теми приглашенными спинкерами, которые будут, с теми самыми стартапами. В настоящий момент у времени содержательная часть проекта выполнена на 50%, и к отчетному периоду работа будет выполнена полностью. Я считаю, что грантовый конкурс вдохновил нас на новые свершения. В ходе выполнения гранта у нас появились новые цели, новые идеи, которые мы хотим воплотить в сфере высшего образования, а именно в нашем университете КНИТУ-КАИ. В образовательном плане мы продолжаем эксплуатировать, в общем-то, достаточно старую идею Learning by Doing, учись пока делаешь, когда делаешь. В общем-то, все наши курсы внутри программы магистратуры являются проектно-ориентированными. У нас очень большое количество внимания и времени уделяется развитию практических навыков. Все наши студенты своими руками работают со современными цифровыми машинами, традиционными аналоговыми инструментами. Видимо, в этом наша особенность, в этом наша сильная сторона, и мы продолжаем ее активно эксплуатировать. Да, мы сейчас находимся как раз на стадии реализации, то есть мы разрабатываем модули, нашли взаимопонимание от студентов, от потенциальных участников. Очень успешно ведем переговоры с зарубежными коллегами, в принципе, как раз по предмету обмена опытом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!